Ну, если включили, то к нам, конечно, пришел наш гость. Как же без этого? Он от нас убежит, я думаю, скоро, но пока он с нами. Добрый вечер. У нас вторая глава «Ворот от шва», вот урок, уже вторая глава. Ну, почти идем по порядку. Давайте я начну, как я люблю, с вопроса. Не общемировая человеческая шва, человек делает шву. Сколько времени это должно заняться? Ну, всю жизнь, конечно. Хороший ответ. Если этот ответ даже расширить и взять шву не человека, а человечества, то всю человеческую историю. правильно. Но мы сейчас говорим конкретнее немножко. У нас есть конкретное шву, как, допустим, пусть будет какое-то конкретное прегрешение, которого мы решили сделать шву. Сколько это должно занять времени? Я не спорю с ответами Михаила. То есть это, в общем-то, конечно, безусловно. Это должно занять всю жизнь, но давайте я себе отмечу, чтобы к этому вернуться. Ответ всю жизнь, он может быть опасный. Можно сказать. Да, конечно. Вопрос, он же очень индивидуальный. Один человек может быстро делать что-то, у него резкие переходы по жизни, а другой двигается медленно, но верно, и это может занять много времени. Это же от человека зависит. А вот и я, да. Хорошо, Михаила. Отлично. Спасибо за ваш ответ. Нет, ну правда же, я это знаю по собственному характеру у меня такой. У меня все переходы очень быстрые. Например, когда я решила, что я религиозный человек, случилось в один день. И моя подруга, которая меня, собственно, на это соблазнила, она просто не поверила. Говорит, да, это легкомысленное решение. Все, кто быстро приходит, быстро уходит. Но я как до сих пор, несмотря на все превратности судьбы, как бы ничего не изменилось с того дня, скажем так. Ну, в общем и целом. И так многие, это просто характер такой. А для других, а еще у нас был, если вам, ну, это лишнее, конечно. Был у нас один знакомый, который построил программу «Возвращение к религии». Он, в общем, хотел начать все соблюдать, и он построил программу. Что он вот, к лету он собирался начать все соблюдать. А как-то за несколько месяцев до этого он к нам пришел и сказал, «Вы знаете, я начал уже все соблюдать». Он говорит, ты же собирался к лету. Он говорит, я не выдержал. Хорошо, хорошо, хорошо. Я с вашего позволения пока промолчу. Ну, я еще можно скажу одно слово «поддержать на хаму»? Ну, в нашей истории есть описан случай, когда один человек, который был очень-очень глубоко упавший, и в один день ему одна женщина сказала, что он есть. И он прямо на месте Хазар Катюба. Ну, то есть он поплакал немножко и Хазар, и умер. Плакал, умер, и все, и в один день. Да? Хорошо, спасибо. Кто-то хочет поспорить с ним, или у кого-то есть какие-то другие? Мне кажется, в тот момент, когда человек об этом подумал, могу сказать, она уже не чула. В тот момент, когда человек подумал, это чула. Соответственно, это мгновение. Хорошо. Кто-то еще? Кто? Ну, Нехама, что я вам могу сказать? Вы, насколько я понимаю, не подглядывая, предвосхитили Раву. То, что он, в общем-то, пишет. Я не подглядывал совершенно. У меня времени не было подглядывать. У нас есть запаха такая. Сегодня тут какое-то грандиотное действие к вечеру. Надо раскладывать бумаги, накрывать столы. И я вот как бы оторвалась. Понятно. Для желающих текст я выложил в чат. Ушла наша мама. Ты будешь листья спокойна или будешь плакать? Кто-то решил? Будешь листья спокойна. Ну, хорошо. Значит, текст есть, мы сейчас как бы... Итак, мы сейчас пойдем по тексту. Итак. Descibled. Почему-то мне не дает делать шаринки. Я думаю, ты нехорошо подключился, Натан. Host disabled participant screen sharing. Какие-то, может быть, настройки. Натан! 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 Он... Давайте пока я начну читать без шаринга. Слыха шаринг пришел. Все, пожалуйста. Отлично. Делай. Делаю. Итак, сделаю. Чува внезапная и Чува постепенная. Относительно протяженности во времени Чува делится на две разновидности. Чува внезапная и Чува постепенная. Да. Внезапная происходит от некой духовной вспышки пронзающей души. В одно мгновение человек осознает все зло и уродство греха и преображается. То есть чувствует в себе свершившееся обращение к добру. Чува это приходит благодаря проявлению внутренней сокровенной судьи. Благодаря сильнейшему влиянию высшей души. Так что стоит искать его пути в глубинах сокрытия. Есть, Чува постепенная. Не сверкала молния в сознании, обращая к добру из бездны и зла. Однако чувствует он, что должен поступить, что должен постоянно улучшать свои пути и образ жизни. Своё желание и мировоззрение. Исследуя такой дорогой, мало по малому, мало по малому владевает он путями прямоты. Исправляет свои качества, улучшает поступки. Обучает сам себя совершенствоваться всё больше и больше, пока не достигнет высочайшего уровня чистоты и исправления. Итак, в общем-то, практически так, как Нехама и сказала, мы рады нам делать Чуву. Ну, немножко по-другому, может быть, но на две, и не только Чуву, но, видимо, даже и типы людей. Это может быть эволюционно по типу, и это может быть революционно. Да, то есть, ну, на самом-то деле, очень многие процессы себя действительно ведут эволюционно или революционно. И даже очень часто это перемешивается. Например, развитие, ну, пусть будет, допустим, даже человеческая история. Нормальное развитие – это эволюционное развитие, нет сильных потрясений, общество продвигается вперёд, накапливается какое-то напряжение, и случается революция, резкое потрясение. После этого опять спокойное какое-то время общество переваривает то, что произошло, продвигается постепенно вперёд. Потом раз – опять скачок. Это же мы видим в духовных продвижениях. Это мы можем видеть также, допустим, так, как мы-то сказали про человеческую историю, мы это можем видеть в теории эволюции. На сегодня теория эволюции выглядит именно так. Так, эволюция, потом скачок, потом опять постепенное продвижение вперёд, практически застой, потом опять скачок. То есть мы, мы раз здесь показывает две принципиальные возможности. И для чувы, конечно, это мы можем видеть у нас в источниках, но я добавлю, не совсем от себя, на самом деле, тоже отрава, что это, как бы, это две стороны одной монеты. Не всегда один и тот же человек делает обе части чувы, но чува, действительно, она, вот эти две её разновидности, они присутствуют принципиально, как в очень многих процессах. В очень многих процессах также и здесь у нас существует именно, ну вот, допустим, ну вот как я возьму пример Нахамы, человек решил соблюдать, это бум, это революция, а потом он начал соблюдать, и у него возникает куча вопросов, он учится, происходит какой-то длительный процесс чего-то. После этого, возможно, опять какой-то резкий скачок куда-то, и опять за ним следует постепенное продвижение. То есть я предложу также и третий путь, который совмещает эти два, но Раф сейчас нам говорит про две, два варианта времени чувы. Есть люди, которым подходят, у которого это резкий действительно вот молния ударило, озарение, вспышка, и человек может себе, решив, что так будет. Но опять-таки, видимо, готовясь как-то, какие-то всё-таки предварительные подготовки есть, но в какой-то момент он решает, принимает решение, и всё. А есть, так, например, брат моего где-то бросил курицу, дымил, по-моему, 28 лет подряд, принял решение, мгновенно бросил курицу. А есть люди, которые бросают курить постепенно и долго, снижая с двух пачек в день до потихонечку, снижая потихонечку до сигареты двух в день, и потом вообще, да, нахава. Я думаю, что тут может ещё зависеть от того, о чём, собственно, идёт речь. Есть вещи, которые происходят как вспышки, а есть вещи, которые обязаны пройти как процесс. И ты даже, это не может зависеть от выбора человека, этого характера. И в качестве, так, примера, постепенного бросания курить, я вспомнила, как человек очень любил свою собаку, он её очень жалел, поэтому отрезал я хвост по кусочкам, понимаешь. То есть есть вещи, которые надо отрезать, или которые эффективно, когда они проходят, как Крава описывает, как вспышка, которая затрагивает всё существо человека, меняет картину мира. А есть вещи, которые, может быть, они связаны с другими какими-то аспектами души, которые ты не можешь одним поворотом мозгов их изменить. Выход из них требует, хочешь, не хочешь, большого какого-то процесса внутреннего. Или входа, я не знаю, как сказать. Вы мне напомнили те самые фильтры, которые обожают те самые ученики в Ешивах. Это заповедь, она относится к человеку, или это хефцел-гуфа? Гавра, гавра. Хефцел-гавра. Хефцел-гавра, прошу прощения. Да, да. Мне кажется, здесь именно тоже есть варианты того, что вы говорили. Есть и гавра, да. С одной стороны, это может быть зависит от человека, от его личного менталитета, настроя и так далее. А это, может быть, также зависит от того, чем мы занимаемся, какая конкретно отчувать чего. Какие-то процессы им правильнее отрубить, а не по кусочкам. А что-то верное, именно по чуть-чуть и спокойное продвижение. Абсолютно верно. И здесь, мне кажется, не обязательно это дело вот именно решать. Это, может быть, зависит от четырех, по крайней мере, этих составляющих. Это, может быть, вещь, которой стоит действительно либо одним махом, либо понемножку с ней продвигаться. Это, может быть, мой личный душевный настрой, мой личный менталитет, который говорит, а тебе лучше так, а тебе лучше по-другому. Абсолютно верно. Натан, можно я еще добавлю? Да-да, конечно. Меня слышно, да? Слышно? Да, слышно. Да, я хочу сказать, что исходная ситуация, если мы возьмем первый вариант, здесь идет речь о каком-то зле, о каком-то грехе, о каком-то нарушении. То есть о чем-то явно неправильном. И если у человека есть такая вещь, явно неправильная, наверное, действительно правильно ее отрубить сразу. И для этого даже должно прийти осознание. То есть если человек долго жил с чем-то неправильным и вроде его не трогало, это значит, с ним самим что-то не так. Поэтому приходит шва просто вот как пробуждение сверху. То есть она пронзает его сознание, и он осознает, что с ним что-то не так. А у человека второй истории у него, видимо, не было таких серьезных проблем. И это такой вот Бейненни, такой средний человек, он не грешник. Он просто, как любой человек, он видит, понимает, что надо с полуцентством строить. Что-то в этом роде. Можно еще я вопрос задам? Когда мы говорим про чуву, уточните, пожалуйста, о чем речь? Потому что, например, если человек курил там 20 сигарет в день, а теперь курит 10, это чува или не чува? А если он курит одну? А если он бросил курить, а потом начал курить там по 3 сигареты? Где определение? Как определить? Что это такое? Я сперва дам общий ответ, который, я думаю, вас не устроит. Но, тем не менее, я его дам. Определение мы берем, видимо, особенно у Рава, но вообще, мне кажется, определение мы берем из контекста, не из словаря. Понятие чува, даже у Рава, в одной и той же книге, иногда в одной и той же главе, может иметь разные смыслы в зависимости от контекста. Поэтому определение, вот что значит слово «каждая» определяется только из контекста. Вот так это вот в последнее время то, к чему я пришел. И иногда, допустим, вот, я и так вам приводил эти все примеры, иногда, вот, допустим, слово «мусар», когда Рав разбирает это по отношению к святости, будет отдельное слово для, я прошу прощения, есть «мораль» и «святость». Когда Рав разбирает одно напротив другого, у каждого будет свое определение. А иногда Рав может слово «мораль» включить, также «святость» и так далее. Поэтому определения просто нет. Именно мы должны понять, из цельного понимания отрывка мы сможем прийти, а что Рав имеет в виду здесь под шурой. И, по-моему, никак иначе. Вообще, как бы, понимание текстов, тем более сложных текстов, определение вещей, то здесь вот именно, как бы, я опять возвращаюсь к тому, что неакадемическое восприятие, когда мы вводим термины, и потом придерживаемся этой системы. Здесь немножко более литературно, и в литературе термины определяются контекстом. Это первой части. Второй части. А на вторую часть, что такое «чва», я думаю, не буду отвечать, мы это будем изучать по протяжению всей книги. И, с одной стороны, безусловно, любое, даже мельчайшее улучшение, это принадлежит миру «чвы», и в чем-то, по крайней мере, это, конечно, «чва». С другой стороны, у «чвы» есть формальное определение, что нужно прекратить делать то, что мы называем грехом. Если мы решили, что курить – это грех, то, в общем-то, «чва» здесь будет в этом определении, было здесь курить. Теперь понятно, что мы не пренебрегаем тем, что человек из 20-ти годов в день пришел уже к одной. Это дорого. Но вот так. То есть мы, если у нас скоро будет моя любимая пятая глава по поводу мысли о «чуве», мы эти вопросы гораздо более глубоко и более резко разберем. Там Раф поднимает вопрос не только о том, что мы там решили бросить курить, но пока мы из пачки спустились только к одной сигарете, как это вообще, что это такое, отшивать или не отшивать. Она говорит про более резкую ситуацию, что человек решил бросить курить, эта идея его посетила, посидела и ушла по Высоцкому. Что же тут такое? Мы это разберем. Баетов Безманок в свое время. Ширеэль, по поводу того, что вы заметили, что первый человек, у него есть конкретный грешник, потому как мы его называем, и поэтому ему нужно это все отрезать и резко преобразиться, и, мне кажется, ваше мнение немножко так же, примерно, из Талмуда они поддерживают, а второй – это нормальный такой простой человек, который идет и улучшает свои пути. И да, и нет. То есть такое понимание, безусловно, возможно, и оно также возможно в нашем тексте. «Мое личное ощущение чуть-чуть не так». Чуть-чуть не так. «Мое личное ощущение...» Ну, вот, знаете, вот это вот уже тонкие очень вещи, я не совсем уверен. Видите, здесь написано в одном мнении человека создает все зло и уродство греха. Тут не написано его греха, греха вообще. Человек преображается скачком. Здесь, может быть, все-таки, я больше склоняюсь тому, что сказала Нехама, что это больше зависит от человека и от греха или места и так далее. Про что мы говорим конкретно сейчас? Для некоторых людей, для некоторых вещей больше подходит отрезать и забыть, и это правильно. А для каких-то ситуаций, для каких-то людей больше подходит продвигаться постепенно. То есть можно, понятно, как вы поняли, а можно немножко по-другому. И вы сказали, что это сверху какое-то божественное, значит, влияние на человека, что-то на него действительно стукнуло сверху. А вот здесь Рам говорит, да, это духовная вспышка, пронизающая душу благодаря проявлению внутренней сокровенной сути. То есть ведет внутри. Ведет внутри. Безусловно, это вообще очень большой, глубокий вопрос. Мы его опять поднимали, мы бесконечно будем поднимать. А источник шивы, он изнутри, человеку, но снаружи от Бога. Меня кто-то тянет, принуждает, советует мне сделать шиву, но он снаружи. Это может быть закон, это может быть религия, Бог, все, что... Мораль общественная, да? Или это мое... Это моей сути внутреннее движение. Рам много будет относиться к этому вопросу, потому что он действительно... Он мешает сделать шиву в обе стороны. Но больше он мешает в том, что... То есть в обоих понятиях есть у нас и минус, и плюс. Если шиву от меня требует кто-то, и это не соответствует моей, как бы, моей личности, моему духовному строению, то как бы то я не хочу, то почему мне это надо? Я другой. А если только внутреннее, то вообще какая шива? То все, что я хочу, это правильно, потому что только оно... Мерка всего оказываюсь я. Как бы где здесь найти правильно... Я, может быть, даже не совсем верно сказал эти две стороны, но, безусловно, этот метах, это как это... Накал, нет? Напряжение. Напряжение, да. Оно присутствует, оно, безусловно, мешает сделать шиву в смысле в том, что если это кто-то снаружи, то я не хочу. А если это только-только снутри, то вообще, где служение Богу, где приближение к Богу, где как бы что и так далее. Но это у нас здесь сейчас вопрос в скобочках, мы его просто коснулись. у кого-то есть еще какие-то замечания? Предложения? Рэп, Натан, ну, когда я говорил, что делать шиву надо всю жизнь, я имел верхний шиву, шиву иммунит, и в большинстве случаев Раф в своей книжке об этом пишет, поэтому я так сказал. И конечно, надо возвращаться к конкретике, но всегда под спудном надо иметь вот этот высокий уровень, то есть шиву иммунит. иммунит. Михаил, во-первых, я начал с вами спорить, я прекращу. Во-первых, что вы говорите всю жизнь. Только такое маленькое замечание. Вы что говорите всю жизнь? Это, во-первых, то, что Раф пишет, все, что продвигается постепенно. Он делает всю жизнь. Много и долго. Я упомянул, что делать шиву всю жизнь, это может быть опасно. Я объясню, в чем делать. Если мы закроем глаза, есть такая, знаете, есть игра в ассоциации. Человеку бросают термин и требуют, не думая, какую ассоциацию это у него, какая ассоциация у него возникает. Вот, я не знаю, у кого, у меня слово чуве, чува, да, общая первая ассоциация это горькое лекарство. Это что-то очень правильное, полезное, но неприятно. Поэтому, что называется, я эту штуку принимаю по надобности. Надо, принимаю, но стараюсь сократить. Чем меньше, тем лучше. равно в протяжении всей книжки, будет бороться с этим ощущением и пытаться именно на уровне ощущения привнести ощущение сладости. Не только полезности, а вот именно сладости и приятности. Мы до этого дойдем, но если существует и существует такое ощущение тшувы как горького, противного лекарства, и мой маленький ребенок во мне внутри это самое валяется на полу и стучит ножками, и говорит, не хочу, то когда я говорю, что тшуву нужно делать всю жизнь, этот ребенок выпадает в осадок, ужасается и очень далеко убегает. Соответственно, как бы сказать человеку, что тшуву нужно делать всю жизнь, вот ты там, не знаю, наступил за седу на мозоле, теперь тебе нужно от этого делать тшуву всю жизнь, человек сразу отчаивается и говорит, окей, но я же не только с соседу на мозоле наступил, я еще и своего ребенка отшлепал, с детского и на соседа другого она орала и еще тут делал кучу всего и в общем-то нет у меня уже никакого исправления, не хватит никаких сил и на то, и на то, и на то, и на себе сразу сказать. Рэбнад, конечно, я об этом даже не спорю, я говорю именно как Равку говорит, что, конечно, с радостью, только с радостью. А до радости нужно, радости нельзя, с радостью нельзя и с подпалки. и в каждом занятии, которое мы вводим, поэтому я пытаюсь вот это вот в нем хорошо, вот в нем плохо, делать чуву хорошо всю жизнь, когда чува у меня ассоциируется с конфетой. Когда чува это конфета и мороженое, я говорю, что мы будем этим заниматься всю жизнь, это классно. А когда это горькое лекарство, и, я не знаю, у меня, я думаю, что у большинства людей просто так чува, да, просто так чува, без ровкука, без ничего, это горькое лекарство. И пока это горькое лекарство нельзя говорить, опасно говорить, непродуктивно говорить, мы этим занимаемся всю жизнь. Я могу сказать, я совершенно с тобой согласна. Есть такие вещи, чува, на самом деле, о которых ты в своей жизни очень сильно сожалеешь, проходит 20-40 лет, и это сожаление продолжает тебе болеть, ну, не знаю, как, любого бы начало, не знаю. Выжигать душу. Выжигать душу. Это очень тяжелое чувство, тебе хочется от него спрятаться, и как его превратить, это загадка для меня, как можно это превратить в возвышенное чувство приближения к Богу, потому что ты знаешь, что ты поступил плохо, ты уже никак, есть вещи, которые ты исправить не можешь никак. Ну, я не знаю, скажем, нужно было больше быть с родителями, может быть, больше ему убирать внимание, почему я бабушку там не... Ну, не важно, или дедушку, или что-то, это уже я была дурочкой, девочкой, сделала что-то не так, но эти все эпизоды, которых я, может, вела себя некрасиво, они всю жизнь стоят перед глазами, и ты всю жизнь не сожалеешь. Как превратить... Это загадка, как это может превратить позитивное чувство. Ты так все красиво говоришь, Михаил, что мы там вот будем идти под звуки фанфара, вперед к победе коммунизма, и все, у нас будет только зашибись, как хорошо, но я вот ощущаю как раз наоборот. Обычно я считаю, что очень многие люди просто убегают от этого. Невозможно жить с ощущением, даже ты пытался все исправить, даже пытался как-то пережить или увидеть в этом позитивное что-то, ну, или другие какие-то вещи, которые положены человеку, осознание изменения себя и так далее. Все равно это лежит на душе, какой-то груз большой, потому что это всю жизнь, это там... Наверное, хочется просто сбежать от этого, я совершенно согласна. Да-да, Нехама, я понимаю, я просто некая претензия о том, что есть некий идеал, который... Я понимаю, о чем... Плохо слышно, Михаэль? Я говорю о том, что я только стараюсь, чтобы не забыть о идеале. Идеал от Шувы это действительно получать радость от Шувы. Вот и все. А, конечно, при приближении к этому все эти аспекты есть о том, что ты говорил и на там все так. Ну, знаете, мне очень понравилось. Мне кажется, Раф на протяжении всей книги будет пытаться встроить мосты между Нехама и Михаэлем. С одной стороны Раф и... Я просто это самое поддержала с места. Вообще-то это идея Натанова, что это тяжелая вещь. Многие люди поэтому не хотят делать Шуву. Это Гемара описывает как-то этот самый Бендердае, какой-то был грешник. Когда он сделал Шуву, он просто умер на месте. Я когда одному знакомому сказал, что ему надо сделать Шуву, он сказал, ты хочешь, чтобы я умер на месте? Я не хочу. Так вот, то есть как бы Раф старается, постарается по крайней мере, не на уровне лозунгов, а на уровне именно вот спуститься к тяжелым случаям, пытаться их рассмотреть и из них показать, как можно это как бы подсластить. Раф очень здесь занимается подслащиванием как бы всего того, что происходит в чуде. Я приведу пример из того, что у нас будет в книге. Раф противоречит напрямую нашим мудрецам с тем, чтобы помочь простому человеку. Раф рассматривает случай, когда человек говорит, что я не в состоянии сделать шум на вот это вот пригрыше. А у нас есть мудрецы, которые напрямую говорят, что все выше испытание человеку не приглашает, не ставит человека перед каким-то испытанием, на которое у него нет сил преодолеть. Раф говорит, знаешь что, ты не в состоянии сделать чугу на этот грех, отлично, давай мы пойдем с тобой и посмотрим, что можно сделать именно с этого субъективного взгляда, а правы здесь мудрецы или нет, давай мы решим, что ты прав, а не мудрецы и посмотрим, что можно сделать. Вот именно вот так, да, то есть это не просто так, это действительно сложный, я еще немножко подержу нахаму, я приводил пример, что не знаю, может быть мы все, но по крайней мере я точно когда был маленький или там уже постарше, забавлялся мыслями о том, что вот если бы я был бы там богом или всесильным или на его месте, вот я бы сделал классный, хороший, справедливый, гораздо более лучший мир, чем тем, что мы имеем. А потом вот как-то ты потихонечку взрослеешь, понимаешь, что мир может быть он и несовершенный, но у тебя получилось бы гораздо хуже. Ты там конечно крутой, совершенный и ужасно умный, но что называется получив пару раз фейсенап тейбл, ты начинаешь понимать, что все твои великие улучшения мира, которые ты предлагаешь, видимо, сделали бы гораздо хуже, а в смысле человеческой истории моря крови было бы гораздо больше и так далее. вот, так к чему я это? К противоположному. Сказать, что я прошу прощения, я потерял мысль. А, да, противоположному, что чува это сложная вещь. Представьте себе мир, ну вот, во времена Авраама Авида, шесть тысяч лет назад, или там сто тысяч лет назад, вот видите, вот люди-человеки, взбились в стае, мораль, не знаю, там есть или нет, но по-простому ведят друг друга. И не надо даже сто тысяч лет назад отходить. И тысячу лет назад, и вот даже восемьдесят лет назад, волки от испуга скушали друг друга, а люди без испуга просто так скушали. И вот ты смотришь на человечество и говоришь, у этого есть надежда, вот так вот, по-настоящему. Из этого можно сделать что-то путное, и вот когда действительно пытаешься вот так вот объять историю и понять, где был человек достаточно недавно, Евгений на самом-то идеально и какую культурную все-таки дорогу он прошел, чего он достиг. И требования морали, и так далее, общество, которое он построил со всей той действительно абсолютно верной критикой, которую мы его критикуем, мы бы, то есть, вот, точно так же, как мы бы, вот, хотели бы вместо Бога сделать мир лучше, мы бы точно так же, вот, посмотрев бы на историю, на то, где был человек совсем недавно, сказали бы, у нас бы опустились руки, мы бы сказали, нет, из этого ничего путного не будет, невозможно. а у Всевышнего руки не опустились, он провел историю, и мы имеем человека, да, то есть, это сложный процесс, так говоря, то есть, настолько, что если бы мы посмотрели на это, вот так вот, честно, по крайней мере, это мое ощущение, у нас бы опустились руки вкладывать чего-то в этого человека, который он там был, такой вот, как это, продвинутый зверь, очень умный и жестокий, а тем не менее, история движется вперед, то есть, это процесс сложный, это процесс не линейное продвижение вперед, а процесс с очень сильными откатами, точно так же у нас выглядит и личная шва, здесь нельзя махать кулаками, лозунгами, и с размаху топором тут все решать, это личный процесс, это сложный процесс, это непростой процесс, но если мы вернемся опять-таки к объятию взглядом человеческой истории, это очень позитивный и плорит а теперь мы продвинемся по тексту немножко вперед, тут есть часть еще, которую мы не дочитали, если честно, я это говорил о других своих уроках и мой вопрос не решился до сих пор, я абсолютно не понимаю, как это третья часть, что это сделать здесь, что это делать здесь, на второй главе, по-моему, нужно поставить в другое место, например, прилепить к первой главе к концу или еще куда-нибудь, но у меня проблема, первые три главы написал сам Равкук как блок, все остальное это как это, Ликутим, это набрали отовсюду, получилась книга, а первые три главы это отрава, так что у меня есть проблемы итак, вернемся к тексту. Высшая шува происходит из проблеска всеобщего добра, божественного блага, пребывающего во всех мирах, и света дарующего жизнь мирам. Душа всего сущего открывается нам в своем величии и святости, насколько сердце способно впитать, ведь на самом деле все настолько хорошо и справедливо, а честность и добро, которое в нас разве не происходит от нашего соответствия целому, возможно ли быть отделенным от целого, ни суразной частицы, ни прикаянной, как мельчайшая пыль, которая вовсе не имеет ценности, из этого осознания, поэст невеликого осознания приходит шува в жизнь частную и общую. Душа всего сущего. У Рава есть матрешка души. есть маленькая матрешечка душа человека, есть матрешечка побольше над ней, душа народа, есть матрешечка еще побольше, душа человечества, есть матрешечка еще побольше, душа всего сущего, а есть матрешечка поменьше, душа зверя, душа растения, душа камня. Мы вот где-то в садинке. А с душа этого такая вот матрешка. В отличие от того, что мы привыкли, что душа мы говорим о своем человеке, у Рава есть душа народа, и у Рава есть душа всего сущего. И мы это, по-моему, на прошлом уроке тоже упоминали, по-моему. Не помню. Значит, здесь стоит обратить внимание, душа всего сущего. Это все мироздание, которое есть. Я понимаю то, что Рав здесь пишет в общем, но у меня есть возможность в частности, я объясню, что мне это. Рав говорит, что душа ведь на самом деле все настолько хорошо и справедливо. То есть, если мы смотрим на все сущее общим взглядом, чтобы объять все, то есть мы посмотрим не на меня сегодня, а что я поругался с женой. И даже не на наш народ, что сегодня у нас выбор. А мы посмотрим... И даже не на все человечество, которое сегодня колбасит по тем и другим геополитическим причинам. США напрягся напротив Китая и так далее. Мы возьмем все человечество на протяжении всей его истории от прошлого через настоящее к будущему. Мы окутаем это не только всем человечеством, но и всем мирозданием материальным и духовным во все время от прошлого к будущему к будущему. И мы посмотрим, и тогда мы увидим действительно, что это вот все, которое вот если объять очень-очень-очень много, но действительно все настолько хорошо и справедливо. Но на самом-то деле я не совсем там. И мне этот взгляд тяжеловат. Я не до конца понимаю, как можно смотреть на все и понять, что все действительно оно хорошо и справедливо. Абсолютно хорошо и справедливо. Абсолютно хорошо и справедливо. Абсолютно. Абсолютно. Тут есть очень важное слово, по-моему, насколько она в состоянии впитать. Это одна из ключевых, в общем, вещей, потому что это тут есть некая тайна такая. Абсолютно. Настолько, насколько сердце наше способно впитать. Да. Да. Потому что это я не знаю, можно ли небольшой экскурс в Кабалу здесь сделать. А сколько я понимаю, Рав, он следует в Кабале Лешима, который немного отличается от классического взгляда на Цинцун. что Бог как бы как бы я пущу пространство вокруг человека и там он тебя строит. А у Лешима этот божественный свет человек или там сколько он в состоянии впитать именно в такой в таком контексте. То есть как бы нет преграда между человеком и Богом или высшей душой и вот нет этих которые современные каббалисты очень любят масахи пустого пространства ничего этого нет. То есть с его точки зрения есть непосредственный контакт. Я не воспринимаю не в состоянии воспринять вот это высшее добро которое находится в этой душе всего сущего просто потому что я ограничена. Я не в состоянии это увидеть и не в состоянии никак увидеть вот этого всеобщего блага которое там есть. С другой стороны отсутствие вот этой преграды оно тем не менее какое-то дает возможность что-то от этого осознать. Для меня это тоже не очень понятно но мне кажется что здесь есть какой-то важный момент что именно оттуда приходит вот это вот поскольку преграды нет я впитываю не все я впитываю что-то минимальное в соответствии с размерами своих возможностей или там клик как говорится что более но тем не менее есть вот это вот есть контакт с высшим да я хотел сказать то что вы говорите я видел у Рава что-то похожее напрямую прямым текстом сперва чтобы это сказать я скажу про Рамхаля Рамхаля в книге Датвунот пишет обязательный принцип что Всевышний действует в нашем мире не на своем уровне бесконечных возможностей а по что называется по нашим понятиям по нашей возможности взять по нашей возможности принять и поэтому возможно постижение поэтому возможно приближение контакт и так далее это очень основной принцип Рамхаля один из основных на него к нему возвращаются много раз по крайней мере в книге Ибераха Шэм в датвунот сейчас ну в датвунот ну вы просто два сетей как бы на самом деле которое одно но мы видим как будто внешнюю часть а там есть секундочку секундочку нахамов полминуты я прошу прощения Рав в одном месте я видел он говорит полностью противоположную идею он говорит что дать все вещи но хочет дать бесконечное количество света а мы конечные ограниченные не можем это принять и что делать так вот по Рамхалю насколько я понимаю все вещи дают по той возможности которую мы можем принять Рав не знаю для меня очень высоко но тем не менее я читал я делюсь он пишет другую делу говорит несмотря на это Всевышний вливает бесконечное количество света в эти сосуды несмотря на то что они разбиваются этим светом они потом переплавляются и перестраиваются с тем чтобы воспринимать этот бесконечный свет мне кажется что здесь это параллельно немножко вот эта идея она связана с тем что рассказала Нехама с тем что нет преграды что нет что нет преграды мне кажется это похожая немножко идея но мы ушли немножко в сторону общая идея о том что весь мир в общем он благ я попытался как можно ближе приблизить но я должен здесь сказать что мне эта идея она тоже немножко чужда но Рав это однозначно пишет и мы попробуем сейчас пойти за Равом как бы что он хочет от этого то все сущее в конце концов в общем оно велико свято все настолько хорошо и справедливо и тогда тогда и это важно этим мы занялись в начале урока откуда шва изнутри или снаружи так вот здесь Рав говорит такую вещь мое добро если мы говорим что все вы знаете даже в потенции даже принципиально оно хорошо и добро и оно снаружи то то мое добро которое внутри оно не само по себе оно из того что оно соответствует общему всемировому добру и справедливость и тогда как-то вот это вот противоречие это напряжение между откуда идет шва внутри от меня ну тогда как я отношусь к всему и к Богу или снаружи от мира или от Бога тогда это меня порабощает как бы заставляет и то и другое плохо Раф это пытается сейчас нам разрешить что мое личное внутреннее добро искра моя внутренняя ее источник в соответствии с общемировым мощнейшим потоком добра если я захочу от этого отделиться я буду действительно как действительно как забытая песчинка в космосе в космических далях просто не это кстати тоже моя не моя видимо от Равы все таки идея я эту Раву не видел напрямую но эта идея она опять таки человек себя позиционирует одна из шкал это собственная личность с одной стороны и принадлежность группе с другой стороны очень часто это у нас противоположен например в обществе где принадлежность группе это самое важное практически самоидентификация стирается человек не ощущает вообще себя чем-то отдельно и кстати это мы так же это было в древнем обществе это мы так же видим у нас в иудаизме от самого сильного наказания какое самое сильное наказание небес и отрежется твоя душа от общества от общности душ народа Израиля то есть ты будешь индивидуалом в древнем мире это было самое страшное ты не будешь принадлежать с другой стороны то есть плюс что тебе есть поддержка чувствуешь себя часть чего-то огромного и большого минус твой твоя индивидуальность она стерта противоположенная противоположная полюс он тоже плох я развитая личность но ни к чему не принадлежу все проходит мимо я действительно как вот такая вот несуразная частица непрекаянная мельчайшая пыль которая вовсе имеет ценности у меня своя ценность а в общем и правильно уравновешено здесь как бы душевное состояние это правильно себя спозиционировать по отношению к обоим этим полусам с одной стороны нужно уравновешенное ну как это шейху да принадлежность к чему-то с другой стороны нужна собственная личность и из этого также безусловно у нас вырастает страх что вы страх потерять себя я буду сейчас принадлежать к религиозным народу Израиля не важно к чему для этого потребуется сделать хирургическую операцию на моей душе я прекращу быть я я не хочу я не хочу это принципиально нам нужны люди а не роботы так здесь этого вопроса будет касаться много раз с разных сторон это вопрос важный одно из вариантов ответа то что Раф предлагал то что моя личность и вот это ее я это проистекает из соответствия общемировому порядку и тогда эти две крайности они не так противоречат одно другому теперь соответственно соответственно высшая шула тогда становится у нас элементарно она просто происходит из того что я хочу соответствовать общемировому порядку да страшные слова но общемировому добру вот этому то что мы сказали что не до конца нам понятно сущ душа всего сущего открывается в своем величии святости все настолько хорошо и справедливо если мы это действительно поймем и проникнемся соответственно наше добро соответственно естественное движение душевное это будет соответствовать этому общему потоку и тогда чува будет естественным но да как этот отрывок у нас здесь соотносится принадлежит к нашей главе когда мы в общем то изучаем сейчас относительно протяженности по времени мы сейчас заняты чувой сколько времени она занимает и раз мы перескакиваем в общем то на что-то гораздо более близкое тому что мы изучали в первой главе о высшей чуве которая происходит от высшего постижения от разума после уже того что мы прошли длинный путь и так далее это мы говорим чува происходит из ее источник высшей чувы и источник соответствия опять-таки общемировому общемировому добру да пожалуйста я пока сделаю перерыв хватит мне этому говорить я хочу услышать вас Натан можно я скажу алло меня слышно да да вас слышно мне кажется мне кажется что очень органично на самом деле этот третий отрывок находится в нашей главе потому что он так же как и первый описывает некий шоковый опыт некое расширенное восприятие то есть вот эти молнии и там молния входит в душу человека и здесь тоже что-то необычное то что человек в обычном своем состоянии не воспринимает не видит не чувствует вдруг ему в какой-то мере открывается и мне кажется и там идет речь о каком-то внезапном революционном процессе и здесь то же самое поэтому я даже видела по моему но королибах тоже так говорит что это внезапная отшива то есть высший вариант внезапной отшивы хорошо спасибо мы пропустили немножко я пропустил что высшая отшива происходит из проблеска всеобщего добра божественного блага прибывающего во всех мирах из света дарующего жизнь мирам проблеск это что-то что существует от нас скрыто тучки разошлись выше лучик и обратно ушел то есть что такое может быть это шоковое ну может быть это проблема моего перевода потому что по-моему я сейчас посмотрю там слово то есть фактически это тот же самый корень что и то которое я переводила как молния да это тот же самый корень может быть там надо как-то более более сильное какое-то слово по-русски то есть ну по крайней мере я вижу что это как небеса раскрылись над человеком и он вдруг воспринял то что обычно человеческому восприятию недоступно Ширель я обращу да я обращу нет перевод хороший и более того сейчас он взял на иврите именно молния Раф переигрывает эти слова между всеми тремя частями мы начали с молнии духовные вспышки пронзающую душу Раф говорит про молнию на иврите правильно да барак молния когда мы говорим про вторую вторую вторая часть есть чувак постепенно не сверкала молния на иврите но и брака иврика что-то такое сейчас лоб брака иврика да он не только сказал не было молнии а не промелькнула молния а потом он берет опять тот же самый корень на третий отрывок бами оврака шельтова клали опять у нас молния прошла молния наоборот молния она нам пронизывает все три именно отрывка на тот корень который у нас во всех трех в первом да во втором нет а в третьем у нас опять молния да так что здесь молния она не просто так есть четкая однозначная игра слов кто-то еще хочет что-то добавить да а вы могли бы дать пример высшей и как часто он может быть жива такая в жизни человека можно ли сказать что это была жива своего рода высшая это было по поднятия возвышения жива не думаю что это могло было сказать потому что чува все-таки как-то связано с работой человека с чем то что ты делаешь самостоятельно изнутри здесь тебя в общем то посмотри на сверхзвуковой самолет и отправили тебя в космос это не не совсем мне кажется не совсем то я могу дать я могу дать не частное общее я это очередная я объясню мне кажется мы это обсуждали и опять мы будем к этому возвращаться как мы по-нормальному как мы по-нормальному продвигаем человека с тем чтобы он сделал чудо чтоб прекратил гадости делать есть один путь начать объяснять ему что какая температура в аду какие там большие котлы и сковородки другой путь другой путь который тот же самый объяснять ему какие сочные яблоки в раю и сколько там девственность приходится на каждого попавшего тут я не могу утрирую я утрирую ну не нужно меня откидать все в порядке окей я специально утрирую это одна дорога другая дорога я могу объяснять о величии всевышнего о том что это правильно о том что как это хорошо и так далее я могу начать объяснять что в этом мире будешь себя вести хорошо получишь плюшку будешь себя вести плохо останешься без детей, без денег, без дома, без семьи и в тюрьме будешь сидеть без рук, без ног и душа через трубочку и в общем-то эти пути они легитимны ими пользовались страх от ада стремления к раю это в общем-то были легитимные двигатели для человека продвигаться вперед на сегодня я не просто так это утрировал на сегодня если ты встретишь нормального интеллигентного человека и начнешь ему объяснять про температуру адских сковородок и глубину их котлов тебя абсолютно справедливо высмеют у нормального человека на сегодня не важно какого народа этот подход не вызовет ничего кроме такой ухмылки над юродимым абсолютно верно то есть не я понимаю есть такие люди на которых это работает есть еще больше духовных наставников которые по инерции пытаются этими путями идти но на сегодня это может быть приблизить одного и оттолкнется сегодня люди для них работает другое когда они возвращаются к чуве не потому что вкусные хорошие пирожки их прельстили не потому что у черта в аду очень страшный трезубец который у меня будет тыкать на большинство народа скажем так по крайней мере в образованных странах отложим в сторону ислам работает именно понимание того что это продвигает меня вперед что это правда что это приближает меня к Богу во всех наших книжках это определение высшей чувы а то на чем я сейчас ржал и смеялся и высмеивал это абсолютно легитимные пути нищи чувы которые и у нас и везде работали на протяжении тысяч лет понятно что были отдельные люди которым это было которые гораздо серьезнее и выше работали а простой народ это то что их как бы волновало и интересовало почему ты одеваешь тфили я хочу удел получу в будущем мире не хочу долго плавиться в аду чего все понятно на сегодня ни у тех кто одевает тфили ни у тех кто его не одевает большинство по крайней мере это не их мотивация поэтому можем сказать как человечество по большому счету на сегодня мы продвинулись как общность на уровень высшей чувы именно поэтому у Рава на протяжении практически всей книги чува просто так это именно высшая чува большая часть книги про высшую чуву Рава этого не пишет но мое ощущение что это единственный язык воспринимаемый нашим поколением на сегодня с ним с нашим поколением можно говорить на сегодня только на языке высшей чувы и не на каком другом то есть я не привел у меня нет я не привел примеров чувы но мне кажется любая чува которую человек решил сделать допустим не из-за того что он испугался наказания или решил заработать побольше награды это может быть уже нижний уровень высшей чувы это мое мнение хорошо шифра меня слышно можно сказать что то вы знаете вот мне кажется может быть во времена Рава это было правда но вот среди тех людей кого я знаю люди для людей в общем то не такая уж большая проблема сделать то что они считают правильным то есть нами не настолько управляют наши животные желания как то например вкусные конфеты сколько нами управляет наше понимание правильности правды нам хочется быть хорошими и жить так как нужно то есть я знаю многих людей которые с риском для жизни в самые советские времена возвращались бы чува делали Песох они точно не знали как делать они с риском для своей карьеры шли и покупали мацу и потом ставили ее на стол рядом с хлебом они точно не знали что они делают но они бы мессирут нефиш отмечали Песох а теперь они ничего отмечать не хотят потому что они потому что они видят что неправильно что та религия к которой мы все стремились та духовная жизнь к которой мы все стремились оно настолько опущено оно вот опущено до вот этого состояния о котором мы разговариваем один раз нам сказал да я такой герой вы себе не представляете какой я герой я каждое утро встаю в семь часов и иду на молитву извините извините кто это захочет отношения к государству к солдатам к женщинам вот это все понимаете я например считаю вот из всех женщин кого я знаю которые думают действительно о своем положении и которые у которых есть выбор так скажем я знаю очень 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 мало которые остаются религиозными не потому что им не хочется чего-то а потому что нас не хотят и мы не хотим извините понимаете отношения к женщине которые существуют например Рава Венер он высказался последний раз я знаете мне захотелось оставить религиозный сионизм навсегда я сделала над собой усилие остаться но мне вот как вы говорите мои желания все время оставить потому что меня все время отвергают ну что я могу сказать мы это прочитаем очень скоро Рав утверждает что именно то что я сказал на предыдущий раз в предыдущем предложении что на сегодня соблюдение заповедей продвигается движется именно тем что люди стали высшей поэтому шва на сегодня для нас релевантно это высшая шва он же двигатель того что люди оставляют религию потому что религия не соответствует их возросшим духовным запросам в пику допустим принятого мнения не принятого в пику мнения которое было верно на протяжении всей истории что люди оставляли заповеди из-за того что из-за дурного начала Рав сказал что на сегодня в общем конечно дурное начало на этом деле понятное дело что попутку тоже ловит но Рав однозначно заключает что на сегодня оставление заповеди тоже происходит из-за того что духовный уровень людей он поднялся духовные запросы у них поднялись религия прекратила не может она закостенела в прошлом и она не не отвечает на сегодня на возросшие духовные запросы людей поэтому происходит отторжения это то что пишут Рав на самом деле то что вы говорите Баруха Шем что кроме Рава Венеры есть еще Рабаним как раз на моем фейсбуке поставил Равдова Бриско который ответил Рава Венеру именно с точки зрения Аллахи я ему тоже ответила Раву Дову Бриску на это его выступление он говорит хорошо вы понимаете он говорит что да в наши времена можно поставить женщину и Гера и так далее но я ему привожу из его собственной лекции я говорю извини ты говоришь Гера нельзя ставить потому что он может проводить свои какие-то несовместимые с нашей еврейской точки зрения взгляды причем тут женщина почему женщина должна проводить какие-то взгляды противоположные иудаизму неприемлемые для иудаизма то есть понимаете отношения или например там где-то по ходу действия он говорит люди и женщины ну извините ну вот это он так сказал ну пусть он мне говорит что он знает что он имел в виду я же не знаю что он имел в виду я знаю что он сказал вот так что он конечно не он конечно очень хороший Рав я его очень люблю я слушаю все его лекции он очень умно говорит но я моя точка зрения что извините мужчины не могут принимать в отношении женщина логических решений никогда 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 просто никогда потому что это заинтересованная сторона это судьи которые которые не как это сказать не объективный понимаете поэтому я считаю что поэтому вот это сказать люди и женщины это совершенно понимаете он ничего плохого против женщин не имеет это его ощущение естественное его все друзья не мужчины он себя чувствует что люди — это мужчины, так он чувствует, как женщины чувствуют, что люди — это женщины. А приходят тут всякие мужики, делают шум, делают волну и так далее. Понимаете? Это ощущение человека. Поэтому тут есть очень много вещей, которые, ну, просто вот неприемлемы, например, для женщины. Или вот это отношение к армии, или отношение к государству. Короче, очень много вот таких вещей, которые люди, понимаете, каждый пишет, как он слышит, каждый слушает, как он дышит. Кто есть человек, так он и видит, так он и чувствует. Поэтому... Я хотел закрыть это обсуждение, я его открою. Ваше выступление на самом-то деле я хочу сделать противоположное. Но сегодня это горячо, потому что на самом-то деле Валды прорвался и происходит. И на самом-то деле реакция Равина Венера — это реакция. Это то же самое, что происходит у нас с Харидим. Мы сейчас все тут... Первый год до эфиопских протестов были протесты Пелагеру-Шалмы против армии. Это, наоборот, это исключение из правил, которое доказывает правила. У нас ситуация улучшается, улучшается очень быстро. Мы внутри этого продвижения, соответственно, возникает реакция. Это как бы то, что я хотел сказать, ситуация как бы на... Теперь, а то, что я хотел закрыть это обсуждение, это оно такое. Во-первых, мы сейчас... Тема как бы очень горячая. Мы внутри как бы... Это то, что сейчас у нас изменяется и происходит, и пересматривается. И это больно всем. И я не уверен, что у меня есть хороший ответ. Я как начался уроки наши, мы постараемся к тексту как можно ближе. И еще. То есть я умный-разумный, но мои мысли, в общем-то, никого особенно не интересуют. Я хочу донести то, что я скоро куплю-то сказать. Иногда отвлекаюсь, но опять-таки я беру текст и стараюсь... Ребята, давайте ближе к тексту. Это актуальный вопрос. Он у всех бурлит. Мне по большому счету здесь нечего сказать. Изменения, они сумасшедшие. Допустим, несколько лет назад то оно трабольет, не было вообще как класса. На сегодня это нормально для всех, и для Хариди в том числе, и так далее. Есть очень много изменений, которые принципиально были невозможны очень-очень недавно. И это все происходит в рамках ортодоксального иудаизма, а не чего-то другого. Я извиняюсь против своего обычая, сейчас не остановлюсь с вопросами, потому что у меня уже тоже наступил мой лимит времени. Огромное всем спасибо за участие. Большое спасибо. И добрый вечер. Спасибо.